Доброе утро! В эфире канал Культура. Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения великого русского актёра Михаила Санчу Ульянова. Я, Андрей Максимов, пригласил в студию программы «Наблюдатель», человека, который знал Ульянова всю свою жизнь. И одного из самых знаменитых, самых востребованных, самых интересных современных актёров. Ещё раз здравствуйте. Итак, Михаил Санчу Ульянову исполнилось бы 85 лет. И сегодня к нам в студию пришли два замечательных человека. Елена Ульянова, его дочь, очень хороший художник. Но кроме этого, она ещё и президент благотворительного фонда имени Михаила Ульянова. И я думаю, что то, что знает Елена, про Михаила Санчу не знает больше никто. Потому что это она, тот самый человек, который знает его всю жизнь. И Максим Суханов, известный всем вам артист. Мне тоже кажется, что человек очень хороший и очень интересный рассказчик. Если мы его как-то раскачекарим, то будет что-то нам, мне кажется, интересное расскажет. Первый вопрос у нас традиционный. Вот мы посмотрели только что программу новостей. Это были новости от корреспондентов канала «Культура». А вот если от вас, какая новость в области культуры, чем вам хотелось поделиться? Может быть, не то, что вас потрясло, а чем вам хотелось поделиться, что вам было бы интересно за последнее время? Мне удалось сходить на спектакль в театр на Таганке. На спектакль, который поставил Владимир Мерзоев. Называется он «На всякого мудреца» довольно простоты. И я бы советовал сходить на него и посмотреть этот спектакль. Это, по-моему, первый спектакль, который был сделан в театре на Таганке после ухода любимого, не считая того, что там какие-то спектакли, которые раньше играют не в этих местах, а не в этом месте, привезли туда. Нету какого-то гнета ушедшего режиссера? Все как бы нормально, светло и хорошо. Я никакого гнета не почувствовал. Как-то, в общем, легко пришел, с удовольствием посмотрел и легко ушел. Замечательно. А у вас что? Вы нам про что расскажете? Ну, вы понимаете, Андрей, к сожалению, последние месяца полтора-два я практически выключена из культурной жизни, вообще из жизни, можно так сказать, потому что очень плотно занимаюсь, вот как раз сегодняшним днем занималась. Сегодняшним днем юбилеем Папы и, в общем-то, тем, что будет еще через два дня в театре Вахтангова, через три дня, 23-го, мы должны лететь в Берлин, и там тоже будет творческий вечер Михаила Александровича. А из таких, в общем, глобальных вещей, которые я испытала на себе последнее время, 14-го числа, вот только что, в Таре, это родной город отца, мы открыли памятник, памятник Папе на площади перед Северным драматическим театром имени, опять же, Михаила Александровича. И, конечно, меня это поразило не сам памятник, который, в общем, я даже принимала участие, я даже там что-то подмазывала, подкрашивала, подлепливала, там даже стоит моя аббревиатура, а вот этим безумно любовным, заинтересованным отношением людей, торчан. То есть там было настолько все, с одной стороны, с огромным количеством людей, которые пришли, наверное, весь город, там городок-то крохотный, 25 тысяч жителей, по-моему, они все собрались, но вот это, знаете, ощущение любви, которое ощущение преклонения и поклонения отцу, уже, вроде, ушедшего довольно давно. Скажите, Михаила, а можно вот памятник Ульянову, великому актеру, это памятник вашему отцу, человеку, который держал вас на руках, носил вас, сажал вас на колени. Вот можно передать ощущение дочери, которая стоит рядом с папой, который в бронзе? Нет. Я себя поймала первый раз на этом странном раздвоении личности, а иначе это не назовешь. Я поймала себя, когда открывала отцу памятник на Новодевичьем. Это было, в общем, довольно сразу, через полтора года, как он ушел. И я тоже суетилась, бегала, организовывала, устраивала, там тоже что-то лепила. Ну, в общем, короче, понимаете, это была одна часть моего существования. А потом, когда ты вдруг останавливаешься и замираешь, да, и вдруг ты понимаешь, это же отец. А я все памятники, и мемориальную доску, и все памятники отцу делала так, ну, пыталась сделать так, чтобы это было не некое представление об Ульянове, да, об актере Ульянове, а чтобы это был Михаил Александрович, чтобы он был похож не только внешне, стопроцентно, но чтобы он еще и внутренне, вот внутренняя эта скульптура, его дух была перенесена в скульптуру. И получилось, и в первый, и в второй раз. И когда ты вдруг замираешь и останавливаешься, становится страшно настолько, что ты, я уже научилась, переключаешь себя и продолжаешь быть первой частью. Поговорим подробнее про дух Михаила Александровича Ульяна. У нас есть, как всегда, вы, наверное, уже к этому привыкли, у нас есть такой небольшой сюжет, который как бы наводит нас на вот тот разговор, который будет сегодня в студии наблюдателя. Давайте его посмотрим. Михаил Ульянов был актером широкого диапазона и глубокого погружения. Он одинаково органично играл и маршала Жукова, и Парфена Рогожина, и железнодорожника в отставке Ивана Федоровича. Более 60 лет Ульянов прослужил в театре имени Евгении Вахтангова. Играл в спектаклях «Иркутская история», «Антоний и Клеопатра», «Ричард Третий», в котором он выступил и в качестве со-режиссера. А в 1987-м Михаил Александрович стал художественным руководителем театра. В кино Ульянов впервые снялся в 1956 году. В фильме «Они были первыми» он сыграл комсомольца Петрограда, ставшего на защиту советской власти. Потом очень часто его кинороли были заряжены государственной идеологией. Но Михаила Ульянова интересовал прежде всего человек. Кем бы он ни служил, какие бы ордена и погоны он ни носил. Свою первую государственную награду актер получил за роль Егора Трубникова в фильме «Председатель». А читатели журнала «Советский экран» назвали Ульянова лучшим актером 1965 года. В 2007 году в свет вышла книга Сергея Маркова «Неизвестный Михаил Ульянов. Жизнь великого человека и актера». В работе над этой книгой автору помогала дочь Ульянова – Елена Михайловна, которая возглавляет благотворительный фонд имени Михаила Ульянова. Актер Максим Суханов работает в театре имени Вахтангова более 20 лет. Именно Михаил Ульянов, сделав в свое время ставку на молодых, принял в театр Маковецкого, Рутберг, Суханова. Одна из совместных работ актеров двух поколений – телеспектакль «Русская народная почта», где Михаил Ульянов играет одинокого старика-пенсионера, а Суханов – вождя мировой революции. «Русская народная почта» – давно была сделана история. Вам сколько тогда было лет? Я не помню. Но давно. Ну да, давно. Скажите, пожалуйста, как… Я понимаю, что вы сейчас скажете, что Михаил Ульянов был потрясающий партнер, понятно. Молодой человек входит в кадр с гением сцены. Он гений, безусловно. Какие ощущения? Как это все вы делали? Как вы работаете с Ульяновым? Дело в том, что способность была такая у Михаила Ульяновича, и никогда не было от него ощущений, что он с тобой входит либо в кадр, либо на сцене, когда мы репетировали, что он чем-то отличается от тебя, вновь пришедшего. Это было и на сцене, когда я только что пришел. Это, в общем, было и в кино. Ощущение даже не в смысле поведения, я имею в виду, а в смысле энергии. То есть он себя, в общем, всегда тоже ощущал, ну, скажем так, новичком. Ну ладно. Ну да, да. Ну как это новичком? Ну так. А вам страшно не было? Ну ладно, он такой замечательный. А вам? Ну, страх, он откуда-то должен все-таки рождаться по каким-то причинам. Как я снимаюсь с Ульяновым? Не страшно? Ну нет, это наоборот, это прекрасно. Трепет может быть, а страх-то от чего? Трепет, хорошо. Согласен. Ну, когда мы трепещем, ну, естественно, так или иначе, шлейф всего того, что ты знаешь о человеке, он не может не давать испытывать трепет. А замечание делал вам, Михаил Александрович? Я не помню. Никак не помню. Ни советов не давал, ни замечаний делал? Нет, замечаний... Вообще странно, когда актер другому актеру может делать замечания. Но бывает же, вы знаете. Ну, бывает, но Михаил Александрович был по-настоящему грандиозным актером, поэтому он понимал, вот, каково его место на площадке или на сцене, и какую роль он здесь должен играть, и как он должен подключаться к тому, что советует... В сюжете было сказано, что он брал в театр, в частности, вас. Это что значит? Это значит, что был показ, сидел... Как он вас брал в театр? Ну, это не совсем так, потому что, когда я пришел в театр, еще художественным руководителем не был Михаил Александрович, а был Евгений Рубенович Симонов, но так или иначе, наверное, может быть, он присутствовал на показе, а потом уже было обсуждение, кого взять, кого не взять. Ну, вот так оно и происходило. Был показ, а потом отбирались люди, и им говорилось, что вот вы приглашаетесь в театр. Ощущение какое после этого? Вам говорят, вы приглашаетесь в театр. Ощущение счастья, восторга, что жизнь удалась? Или как? Или ощущение, что что же теперь здесь будут делать, такая труппа? Ну, так или иначе, когда ты учишься в Щукинском училище, у тебя как-то не очень возникает сомнение, что тебе дальше делать. Поэтому это как-то логично, что ты дальше должен работать в театре. Естественно... Таинственные люди, артисты. Мне кажется, что у всех людей одна логика, у артистов другая. Ну, наверное, это так и правильно. Я хочу, Елена Михайловна, у вас спросить. Вот когда человек вспоминает детство, любой человек, у него возникают какие-то картинки. Это он же не сидит, не вспоминает. Вот он смотрит, какие-то возникают картинки. Вот когда вы вспоминаете детство, то какая возникает картинка? Ну, вы понимаете, Андрей, я же вообще художник, как вы уже сказали, поэтому у меня такая своеобразная память, она вот, правильно, она такими кадрами, отдельными, совершенно отдельными кадрами возникает. Могу рассказать покадрово, а общее ощущение, ну, спокойствия, ну, любви, надежности. А есть ли покадрово? Безусловно. А покадрово много разных смешных или грустных кадров. Ну, например, опять же, такой мини-сюжет, когда я болела, это такая странная история из серии «Как меня любил отец». Когда я очень сильно болела в детстве, у меня были проблемы с почками, у меня периодически возникали приступы, и периодически с огромной температурой, бред, тяжелое состояние. И почему-то отец довольно редко ведь появлялся дома. Он тогда работал на износ, ну, впрочем, как и все остальное, оставшуюся жизнь. И я помню, что я лежу в этом полубреду, и почему-то в моем воспаленном мозгу возникла вареная курица. Надо сказать, что у меня болели почки, поэтому мне многого было нельзя. То есть ограничения по еде, и вот эта вот вареная курица, как верх просто мечты, причем, ну, детский воспаленный мозг. А надо сказать, что это были годы-то 70-е. И мало того, что со всем остальным, ну, и с курицами были проблемы. А тут, значит, появляется вдруг в этом таком, в полутьме ночи отец с очередного какого-то, наверное, съемок или спектакля. И обращаясь, говорит, маленькая там что-то, я говорю, папа, я хочу вареную курицу. Почему курицу? И он молниеносно куда-то исчезает. Ночь, 70-е годы, Советский Союз. И где-то через полчаса он появляется с курицей, которую мама каким-то образом моментально варит. И я почему-то помню ощущение счастья от того, что я сижу, я съел это, может быть, крохотный кусочек. Но вот это, знаете, мечта сбылась. Это я потом уже, когда открутила вот этот маленький сюжет, киносюжет, назад подумала, а где он мог ночью курицу достать в 70-е годы? Вообще нереально. Там ее днем-то с огнем не найдешь. А что папа дарил на день рождения, когда маленькая была девочка? Да ничего особенного. Я не могу вспомнить, вы знаете, Андрей. Ну, какие-то мелочи. Стихи. Когда я подросла... Михаил Александрович писал стихи. Михаил Александрович писал стихи для внутреннего домашнего употребления. Каждый день рождения мамы он писал ей поэму, не стишок. Прям, то есть, большого объема произведения. Он пришел в объема на двух-трех страницах с сюжетом. Конечно, я так понимаю, что стихотворная форма грешила разными ляпами, но это было совершенно искренне. Это был сюжет по поводу. Причем в этом сюжете, то есть в этой поэме, были воспоминания о прошедшем годе, о каких-то событиях. То есть все не просто так. И когда я уже немножко подросла и стала воспринимать это, он мне тоже дарил стихи. И причем такие большие стихи на лист. Сам писал. Когда Лизка родилась, он тоже стал сочинять ей стихи. Лизка – это дочка, она же внучка. Да, Лизка – это моя дочь, она же внучка Михаила Александровича, который сейчас уже 28 лет. А вы знали, что он писал стихи? Я не знал. Это никто не знал. А это никогда там на капустниках? Нет. Ну, если для внутреннего пользования. Я думаю, что... Капустник – это не внутреннее уже пользование. Скажите, пожалуйста, вот все знают, для многих людей воспринимать такой жесткий, кажется, такой человек Ульянов. Он такой человек очень жесткий. А вы его видели в театре. Он такой был? Или он мог быть... Вот в дом, вдруг выясняется, мягкие стихи писал, за курицей бегал посреди дни ночи. Вот эти его качества как-то были видны в театре? Вы знаете, вот, когда начинают говорить о жесткости, то скорее вот этот стереотип, он больше рождается из, может быть, из каких-то образов. Или из молчаливого, задумчивого состояния Михаила Александровича. Ну, конечно, нельзя сказать, что он был человеком просто мягким и мягким. Естественно, в общем, в достаточно сложное время он взял на себя руководство театром. И я считаю, что во многом именно благодаря ему театр вот именно таким поразительным образом остался на плаву и привлекал к себе интерес. И много что сделано благодаря его политике. Я хочу вот здесь поподробнее на этом месте остановиться. Так сложилась моя судьба, что я был членом той комиссии, которая осматривала спектакли Симонова. И потом мы писали рецензии. Там были разные спектакли, не спектакли Симонова, а спектакли театра Вахтанга. Там были в основном спектакли Симонова. Там были разные спектакли, были хорошие и плохие. Но уже в тот момент Министерство культуры России говорили о том, что, наверное, Ульянов возьмет театр. Хотя это было невероятной неожиданностью для зрителей. Нет? Потому что потом все началось. Потом Калягин, потом... То, что артист руководил театр, было неожиданностью. Это не было неожиданностью для Ульянова самого. Ну, вы знаете, Андрей, я, во-первых, была слишком мала тогда. Поэтому все... Ну, так салкивать головой, что, типа, Андрей, ты не прав. Ну, может быть, наоборот, Андрей, вы правы. Я была все-таки мала и не могла оценивать происходящие события адекватно. Ну, то есть по-взрослому, естественно. Уже позже я могу там сказать и про союз театральных деятелей. А тогда, когда он стал худруком театра, ну, меня не очень допускали. До внутренней жизни, до каких-то серьезных взрослых разговоров. Это вообще было в семье не принято. А это вы не знаете было, или вы не знаете? Его идея, или это ему сказали? Его идея что, стать худруком? Возглаждаю театр. Да нет, пожалуй. Вот то, что во всяком случае я помню, и что мы потом с ним уже обсуждали, через многие годы, его тогда не очень устраивала ситуация в театре. То есть, ну, он же практически всегда занимал некую гражданскую позицию, или, скажем, он всегда занимал свою позицию, определенную, которую вот он считал правильной, и он пытался как-то ее придерживаться, этой позиции, и как-то ее продвигать. А вы помните, как это происходило? Вы уже были, вы там полтора года работали в театре, это где-то. Как это все происходило? Вот как ушел Семенов, как пришел Ульянов, как вам об этом объявили? Насколько это было для вас, для артистов неожиданно? Насколько для вас это было радостно или грустно? Ну, было понятно, что какой-то другой альтернативы не было, вот как претендента на эту роль. И понятно было, что вообще в то время, что все время должно что-то происходить, было такое ощущение. Это 87-й год. И, конечно же, театр к тому году во главе с Евгением Рубеновичем, ну, мягко скажем, буксовал всеми теми постановками, к тому времени поставленными, буксовал. И было понятно, что должно обязательно что-то происходить. И вот это что-то, как энергия нового, она, конечно же, исходила от Михаила Саныча. Я уж не знаю, его это была идея, или кто-то ему предложил, но никаких других вариантов не могло существовать, чтобы... А что он предложил делать с театром? Театр был действительно в тяжелом состоянии. Приходит новый руководитель. Как он вам объяснял, что он собирается дальше делать? Ну, Андрей, я же сейчас не могу вспомнить путь конкретно того собрания, да, и какие декларации были на том собрании, но было понятно, что путь, которым дальше пойдет театр, он будет гораздо более свободным и более, скажем так, правильно демократическим во всех смыслах. То есть, скорее всего, будут приглашаться все новые и новые и разные режиссеры, которым интересен эксперимент в театре, будут браться пьесы, которые, наверное, никогда бы никто бы не взял в прошлом руководстве. Ну, в общем, будет происходить все то, о чем, может быть, каждый из тех, кто находился в театре, мечтал. Я хочу такую, Елена, у вас вещь спросить. Когда он возглавил театр, он сделал вещь невероятную. Я не знаю, я второго такого человека не знаю. Он снял собственный спектакль. Был спектакль «Скупщик детей». Он его снял и сказал, что я никогда не буду режиссером. Он поставил замечательного Степана Разина. И вообще он был очень, мы совсем про это не говорим, очень хорошим театральным режиссером. Степан Разин был замечательный спектакль. Нет, Степан Разин был замечательный спектакль, реальный. Да, и человек возглавляет театр, после чего он не начинает бесконечно ставить, а он снимает собственный спектакль. Это говорит о том, что, правильно ли я понимаю, что для него интересы дела всегда были важнее, чем собственный интерес. Это такая позиция была человеческая. Ну, вы практически сами ответили на свой вопрос. Нет, я могу только предполагать, я не могу знать. Вы понимаете, Андрюш, он был человеком, как это ни странно звучит сегодня, принципиальным. А принципы его жизни заключались в том, что, вот совершенно точно повторяю вашу фразу, что интересы дела и интересы театра для него были важнее всего. Важнее своих интересов, важнее семейных интересов, важнее вообще окружающего мира. Это проявилось и тогда, когда он стал худруком, это проявилось и тогда, когда он стал председателем Союза театральных деятелей. Он ведь 10 лет вообще не снимался и не играл тогда. То есть он кинул себя на вот это вот СТД, на проблемы, на решение каких-то и глобальных, и мелких, и разных проблем, и поставил крест на своей творческой жизни. А для него это был ад кромешный. Он ведь это все переживал. И то же самое, ну, у него всегда это была позиция. Очень жесткое подношение к самому себе. Поэтому, наверное, он прекрасно понимал, что Скупщик не самый удачный спектакль и в репертуаре, да и его. Эта проба была, ну, совсем неудачная. И он это снял. И потом, как сказать, для того, чтобы быть честным и принципиальным, надо, чтобы про тебя, тебе в спину никто не тыкнул пальцем, не сказал, а, вот он здесь руководит. Максим, вы знаете много людей, вы давно работаете в театре, много знаете режиссеров, которые могут сказать про свой спектакль, он неудачный. Вот вы в своей жизни много встречали таких режиссеров? Ну, конечно, немного. Это же уникальная вещь. У меня не вышло, я худрук театра, но у меня не вышло, и я с ним. Это уникально, нет? Вы знаете, Андрей, вот продолжая эту тему, до какой степени Михаил Александрович предъявлял к себе претензии по жизни сам к себе, до какой степени он себя непрерывно напрягал, заставлял. Я первый раз поняла это полностью, когда он уже ушел, и где-то через какое-то время я стала разбирать папин кабинет, и на антресорях нашла такие клюенчатые тетрадочки сложенные, ну, школьные, ученические, сложенные в стопочку, стопочками, их было много, этих стопочек, веревочкой такой суровой перевязанной. Это он оставил для меня. Это были дневники Михаила Александровича. Он с 45-го года, потому что первая книжечка, тетрадочка, была датирована 45-м годом, когда он еще был в Омске. Человек ушел, а его обращение к дочери осталось? Да. Это не было обращение к дочери, просто он знал, что я очень внимательно, серьезно и трепетно отношусь вообще к истории семьи, и к его, как бы, жизни и творчеству тоже. Мы еще, когда папа был жив, вместе собирали архив, какие-то записи, фильмы, он мне помогал, его фильмы, для того, чтобы это осталось. И как он там себя оценивал? Он описывал? Чудовищно. Это, знаете, Андрюш, не были дневники, там я познакомился с Маней, потом я поссорился с Ваней и так далее. Там вообще не было личной жизни. Там были рассуждения вопли души о театре, о театре Вахтангова, о творчестве, о съемках. Это было жесточайшее самобичевание. Это было жесточайшее недовольство собой. Практически на каждой странице там было написано, Миша, ты не доработал. Миша, ты здесь вот не дотянул. Ты здесь схалтурил. Он получал все эти награды, он снимался, его любили, обожали. У него были все должности и все награды, которые вообще мысли мои были. Он чисто вот так со стороны летел по жизни легкой, вообще большой и мощной птицей. Ежедневно приходя домой, он только для себя, ни я не знала, ни мама, даже. Он сидел и писал, Миша, ты сегодня выпустил премьеру. Шла премьера в Театре Вахтанговой. Блестящее! Фурор! Он приходил вечером и писал, не дотянул я этот образ. Надо было больше работать, Миша. Здесь ты сделал не так и вообще немножко схалтурил. И так всю жизнь, Андрей. А это полезно для артиста или вредно? Вот, конечно, как артист. Вот такое невероятное самобичевание. Оно полезно? Ну, Андрей, естественно, все очень индивидуально. Ну, я думаю, что, конечно же, вообще для любого человека сомнение – это путь двигаться вперед. И рефлексии, если они не какие-то страшнейшие, которые потом заводят человека в депрессию, рефлексии – они правильные. Потому что человек все время находится в поиске, и ему важно с самим собой вести наиболее честный диалог. А вот эти сомнения ощущались, когда вы с ним работали, скажем, на сцене? Ну, естественно. Ну, а как можно? Он приходил и все сразу понимал, как делать. Я знаю таких артистов, которые приходят и все раз... Ну... И вы знаете таких артистов больше. Да, да, да. Ну, вот я думаю, что мы поэтому о нем и говорим вот в таких словах о том, что он не такой, как все. Вот я хочу вам привести такое смешное, сейчас сделаю вещь. Я приведу вам вашу собственную титату из интервью. К тому же я ощущал поистине отеческое отношение к себе со стороны Михаила Александровича Ульянова. Многому научился у этого великого артиста, работая с ним. А чему вы научились, Ульянов? Это можно сформулировать? Чему вы именно у него научились? Ну, вот о том, наверное, можно сказать о том, что я говорил выше. Конечно, когда ты приходишь из Щукинского училища и попадаешь в театр, это был 1985 год, и для тебя все, с одной стороны, предстает таким немножко каменным и давно уже созданным и пугающим. Но как только ты погружаешься в эту атмосферу или начинаешь репетировать, и здесь я не только могу сказать о Михаиле Александровиче и о других давно играющих актерах в нашем театре, но, естественно, и о Михаиле Александровиче в том числе, то, что внутри, когда происходит работа, эта работа очень демократичная, и все себя чувствуют равными себе и равными с партнером, несмотря на то, что этот партнер, может быть, даже еще и ничего и не сыграл. Я уж не знаю, насколько можно тут говорить об учении каком-то, но то, что даже если ты это предчувствовал, что это правильно, и ты этому видишь подтверждение, когда от большого, от великого актера исходит ощущение равенства, я считаю, что такого рода подтверждающие вещи дают тебе основание дальше самому что-то делать. У нас есть замечательный наш интернет-обозреватель Алексей Черепанов. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы штудировали интернет, что говорят люди про Михаила Александровича? Я понимаю, что они говорят хорошие слова, но что они говорят? Андрей, пользователи интернета, конечно, не жалеют эпитетов, когда описывают игру Михаила Ульянова «Великий русский актер», «Огромный талант», «Глыба», «Неизгладимый след в кино». Правда, за всеми этими высокими словами уже не разглядеть ни актера, ни человека. Но в сети можно найти и непосредственные впечатления от игры Михаила Ульянова. «Меня Ульянов потряс ролью Митеньки Карамазовой», пишет Наталья Анат на сайте кинотеатр.ру. «Помню, мне не хватило места и пришлось весь фильм стоять, но я этого не почувствовала. А до этого был бег с Ульяновым генералом Чернотой. По окончании фильма зал встал и аплодировал. А я за фильм «Ворошиловский стрелок», пишет пользователь Амерта на форуме сайта ульянов.ру. Не знаю, кто сыграл бы это лучше. Предупреждение всем уродам это, что у нормального человека может лопнуть терпение. «Глыба», «Уникум», восторгается Анна С. Артист, редко пользующийся портретным гримом и такой разнообразный при этом. Истинный вахтанговец, убедительный настолько, что самой себе даже в голову не приходит фокусироваться на этом. Там не то, что верю-не верю, там иначе и быть не может. Несмотря на такую достоверность игры, а многие зрители отмечают, что Михаил Ульянов не играл, а жил на сцене, это все-таки не вдохновение, а огромная работа. Он иногда мучительно искал образ героя. Вот что записал свой дневник Михаил Александрович, когда готовился к съемкам фильма «Председатель». Роль Трубникова. Секрет за семью замками. Образ выписан Нагибиным великолепно. Это причудливый характер. Значит, надо играть характерно. Начинаю играть характерность. Идет игра в самом дурном смысле. Сняли две сцены. Иногда вроде цепляюсь за ощущение образа, а потом опять туман. Меня охватывает отчаяние. Нужны обобщения, нужна страсть, нужен темперамент, нужна философия, а идет только правдочка. Ульянов, кстати, получил Ленинскую премию за эту роль. Пользователь Лика затрагивает еще одну очень интересную тему. Михаил Ульянов не просто большой, он уникальный актер, пишет она. Актер, чей талант мог передавать как абсолютный плюс, так и абсолютный минус. А главное, полный диапазон между этими двумя полюсами. Актер, которому удалось выйти за рамки официального и догматично правильного. Михаилу Ульянову довелось сыграть немало полководцев, генералов и вождей. Когда ему только начали предлагать такие роли, он удивлялся при моей-то негероической внешности. А потом очень сильно насторожился, узнав, что роль Ленина съела актера Смирнова. Ульянов ведь тоже играл Ленина. И тогда он как бы в противовес, как бы для очищения от официоза, кинулся играть отрицательные роли. И может быть поэтому его Ленин получился таким достоверным. Также достоверна роль маршала Жукова, который он разрабатывал в полутора десятках фильмов. Ведь дошло до того, что многие памятники военачальнику скульпторы наделяли не чертами маршала, а чертами актера. Оказывается, в эпопее освобождения Михаил Александрович решил сыграть народного Жукова. «Я решил играть не самого Жукова, а его и его судьбу, а некое распространенное о нем представление», – писал он. Кстати, в сети ходит байка, что у матери Михаила Ульянова была фамилия Жукова. И пользователи видят в этом какое-то родство маршала и актера. Так это или нет? Лена Михайловна, так это или нет? Только что приехав из Старой, с родины Михаила Александровича, пообщавшись с его сестрой, родной Маргаритой Александровной, могу сказать во всеуслышание, что это байка. И мало того, притянутая за большие уши, потому что мы всегда были ульяновыми. И там, в Сибири, в селе Бергамак, где отец родился, были ульяновы. И мои прадед с прабабкой Ульяновой сгинули на Восюганских болотах в 30-х годах, поэтому байка это. Вот наш интернет-обозреватель перечислил некоторые роли Ульянова, которые вы, конечно, видели до прихода в театр. Там и председатели, бег, бег. Ну, что говорить. Вот такие великие роли. И вот вы встречаете этого человека лично. Что для вас было самым неожиданным? Вот после того, как вы видели его на экране, встретили лично его в жизни, что было самым неожиданным, самым для вас непонятным? Насчет непонятным не могу сказать, но насчет неожиданным, конечно же, доверительность, с которой часто приходилось беседовать, рассудительность. И мне вообще нравится, когда ты с кем-то разговариваешь, и не только ты кого-то слушаешь, но и тебя слушают, твое мнение. И вот я могу сказать, что он любил слушать и любил делать выводы из этого. В общем, диалог всегда был живым. В общем, для меня еще его образ связан с тем, что, ну, понятно, и на сцене, и в кино, но вот в жизни от него не было никогда ощущения имитационности. Он не имитировал общение и не имитировал жизнь. Он общался с тобой и был при этом равным себе. Вот это, конечно, такие вещи подкупают. Про общение такое человеческое, ну, или про общение, связанное с ролями, с ним можно было поговорить о том, что называется, за жизнь? Ну, я об этом и говорю. Я вот об этом и говорил. То, что именно, что за жизнь и обо всем можно было с ним спокойно и с удовольствием пообщаться. Вот правда, так это все кажется невероятным, потому что все-таки он очень, он очень великий. Вот для вас это странно слышать, а вот для людей, которые его не знали, он кажется очень великим. Я хочу спросить больше. Вообще, великий не значит недоступный, Андрей. Может быть, даже и наоборот. Вот еще раз скажите эти слова. Вот чтобы вас услышали огромное количество ничтожеств, которые строят из тебя великие люди. Ну, мне кажется, это все стереотип. Когда говорят великие, это значит представляют что-то, до чего совершенно ни с кем невозможно пообщаться. Да нет, это какой-то ужас. Это великий ужасный. Может быть, отсюда идет. А мне кажется, что вот великий, наоборот, как можно больше хочется с ним общаться и больше хочется от него перенимать. Ну да, и парадокс, извините, Андрей уже перебил, просто уже как бы в продолжение Максима. А парадокс-то в том, что отец никогда себя великим не ощущал до самых-самых-самых последних мгновений. Вплоть до того, он всегда был, в общем-то, застенчив по отношению к своей славе. Вот Максим не даст соврать. И когда начинали словословить, хвалить, восхищаться, восторгаться далее все остальные эпитеты, ему было не очень удобно, не очень ловко. Как-то он это воспринимал, ну, типа как не с ним. У меня был момент, когда он постеснялся, у него болели ноги, и он постеснялся пойти на какое-то собрание или какое-то там торжество, куда его звали, очень убедительно. Я приехал, он говорит, ты знаешь, я не пойду, мне как-то неловко, у меня ноги плохо ходят. Я говорю, пап, ты что говоришь? Я говорю, что ты говоришь? Какое неловко, какое стыдно. Я говорю, ты понимаешь, ты уже из категории простенья божителей. Он говорит, да прекрати ты, Господи, что ты говоришь? Ну вот как-то я нехорошо хожу, мне неудобно. Это уже был совсем, это какие-то 2000-е годы. Так получилось, что Елена Михайловна оформляла одну из моих книжек, и я помню, как Михаил Александрович как-то по-особенному говорил, что у меня дочь художник. Вот слово художник он произносил как-то вот особенно. Каким образом Алле Петровне, вашей маме Михаил Александровичу удалось сделать так, что вы не стали актрисой? Красивая, молодая женщина. Почему вы не стали актрисой в такой семье? Ну, наверное, вот опять же в продолжение рассказа Максима. Потому что Михаил Александрович и в общественной жизни, и в театре, и просто в жизни, но и дома тоже, он никогда ничего не запрещал, а он всегда долго и аргументированно объяснял, почему да или почему нет. А он объяснял, почему не надо быть актером? О, так в этом-то все и дело, что благодаря папе, вот низкие поклоны отцу и маме за то, что я не стала актрисой. Я думаю, что получилось бы из меня весьма посредственно, с грузом тех каких-то вещей, вы понимаете, да, которые у меня присутствовали в жизни. Но, естественно, как любая молодая девчонка, я, конечно же, потом хотела стать актрисой, но хотела очень абстрактно, не мечтала об этой профессии, а просто потому, что все актеры. И потому, что все дети родительских знакомых тоже пошли по этой стезе. Потому что это было, естественно, колея. Элементарная, простая колея, где все просто, легко и понятно. Не горело. Ну, так, чисто, теоретически хорошо было. Потом все-таки сцена, красиво постоять, повернуться в профиль или в вас. Это всегда для девушки это было крайне притягательно. Но папа меня позвал в кабинет и часа три, если не больше, с уходами в исторические какие-то моменты, с кучей примеров, с кучей аргументации очень убедительной, он мне рассказывал, не доказывал, не кричал, не стучал кулаком по столу, а рассказывал и доказывал, и пытался, как он выражался, достучаться до мозгов. Ну, в данном случае до моих. Он достучался. Достаточно было трех часов, чтобы стало ясно, что этим заниматься нужно. Вы понимаете, он ведь приводил такие аргументы, которые для меня были очень важны. У меня ведь тоже характер. Например. Ну, не сказочный. Один аргумент. Элементарно. Зависимость актерской профессии. Бесконечная зависимость актерской профессии, особенно женщины-актрисы. От обстоятельств, от нюансов, от всего, что тебя окружает, начиная с гримера, кончая режиссерами, удачей, обстоятельствами, которые могут сложиться или не сложиться, фамилии, которые я носила у Ульянова. И меня бы всю жизнь сравнивали с отцом. И не в мою пользу, бесспорно. И так далее. А для меня самостоятельность и самодостаточность уже тогда, в общем-то, была не просто словами, а моей какой-то такой позиции. Я не могу понять. Приглашает папа в кабинет дочку. Три с половиной часа говорит. Дочка входит, желая быть актрисой, выходит, не желая быть актрисой. Нет. Ну, не так. Ну, зачем так? Ну, в сущности, так же? Ну, не совсем так. Он просто высказал свои какие-то соображения и отпустил меня, типа, подумай, типа, мозгуй его словечко, поразмысли. Ну, я поразмыслила и стала художником. И в результате моя все-таки судьба тфу-тфу не сглазить сложилась. А что бы было со мной, если бы я стала актрисой, подумать страшно. При моем неангельском характере. Скажите, Максим, если говорить о самом главном с вашей точки зрения, что правильно делал Ульянов, как руководитель театра, что было самое главное, что он делал правильно? Самое правильное, то, что он не боялся эксперимента. И самое правильное, то, что он вплотную занялся молодым составом, который был на тот момент большим в театре. И посвящал ему, ну, я не знаю, половину или даже больше того времени, чем посвящал тем актерам, которые уже давно служили в театре. И, в общем, он всегда шел, не боясь, на эксперименты. Наверное, он и сомневался, и много думал, и советовался. Но, в конце концов, я считаю, что приглашение совершенно разных режиссеров, да и актеров из других театров в наш театр позволило именно продолжать жить этому театру. То есть, в общем, он занимался тем, чтобы как можно больше ввести новой крови. Вы говорите такие слова, что он уделял больше внимания молодым, чем тем людям, которые давно служили в театре. То есть, он больше занимался молодыми, чем своими ровесниками, людьми, которые были чуть-чуть моложе, людьми, с которыми он долго прожил в театре жизнь. Это же не могло не порождать какие-то проблемы в театре? Или могло не порождать? Проблемы в театре так или иначе будут всегда. Да. Потому что уходят одни поколения, которые еще хотят что-то делать или думают, что они могут что-то делать, а они, вполне возможно, не могут ничего уже делать. Проблемы будут всегда. Другое дело, как решать эти проблемы и какое время им уделять. И с кем как разговаривать. Здесь тоже, конечно же, необходима и дипломатия. Он был дипломатом? Ну, я считаю, что, конечно, невозможно не быть дипломатом. Особенно в таком большом театре, как Театр Вахтангова. Он был дипломатом? Демократ и дипломат – это только внешне похожие слова. Демократический дипломат или дипломатический демократ? Дипломатичный – это совершенно точно. Он умел разговаривать. Был дипломатом? А вы представляете, что он был маршалом Жуковым? Я не представляю. Я видел его несколько раз в жизни. Это отдельная история. Я как раз хочу понять, был ли он маршалом Жуковым? Был ли он Степаном Бразиным? Андрей, для него театр – это была реальная семья, реальный дом. Понимаете? Не показушный, а реальный. То есть он относился к театру к актерам, как к детям, или как к братьям, или к сестрам. То есть по-родственному. Вы это ощущали? Конечно. Нет, это мне кажется, да. А как вы это ощущали? Вот замечательные слова, это правда, что он относился к актерам, как к детям. Вот актер, как это? Ну, Андрей, из всего, из общения, из того, сколько времени уделяется всему тому, что происходит в театре, премьером, посещение репетиций, в которых он сам не был занят, осмотрел, как репетируются какие-то другие спектакли, будет получаться из этого что-то. Он беспокоился о том, что, допустим, если он чувствовал, что или не успеваем, или, по его мнению, ну, не в ту сторону что-то идет, он сразу начинал беспокоиться и советоваться. А в чем это беспокоиться? Вот, например, как это происходило, беспокоиться? Это же худрук. Его беспокойство может быть в том, что он закроет спектакль и все. Теоретически. Ну, можно и так, конечно, поступать, но... Он же так не поступал, поэтому... Он так не поступал. Вот в чем его беспокоиться? Я и говорю, так как он был тоже человеком сомневающимся, он интересовался всем тем новым, что происходило, не только в театре, но и то, что происходило вокруг. И он часто говорил такую фразу, может быть, я что-то не понимаю, но вот я вижу, ко мне подошли и говорят, нравится. И вот еще люди, которым я доверяю, подошли, нравятся. Мне, может быть, что-то не очень нравится, но я чувствую, что вот многим нравится. Может быть, я что-то не понимаю. Ну, о чем это говорит? О том, что человек свободен. В своих ощущениях он свободен, и он себя формулирует искренне и на чистоту. А с шашкой не бегает по театру, это, я не понимаю, значит, это не должно существовать. И это, значит, надо закрыть. Вы видели, когда он приходил домой, вы видели вот эти его переживания, особенно в начале? Человек был артистом, выдающимся артистом, и жил бы, и был бы, и все. Он берет, взвалит на себя невероятную нож у театра Вахтангов в очень тяжелом состоянии, Максим об этом сказал. Вот вы видели дома, как это все дома проявлялось? Что с ним происходило, когда он вот первый, особенно в начало? Да ничего с ним особенно не происходило. У него, слава богу, была мама, его любимая жена. Мама была крайне умным человеком. Опять же, она была актрисой театра Вахтангова, поэтому ему, слава богу, было с кем советоваться и с кем как бы это обсуждать. Но отец вообще по жизни был человеком очень сдержанным. Еще с детства у нас не было принято в семье, знаете, таких ярко выраженных эмоций, там, если ребенок, то все-все-все-все-все-все. Нет, спокойно. А с Лизой? Вы все время спрашиваете у Максима, как он это проявлял? Ну, никак. Вот меня все время спрашивают, в чем выражалась любовь Михаила Александровича? Ни в чем. В ощущении, что он тебя любит. В том, что у тебя есть за спиной теплая стена, к которой в любую секунду можно было прийти. И это уверенность. Просто подсознательно. А с Лизой? И с Лизой тоже. Он не сюсюкал с ней. Когда произносил, вот сколько, Ли за четыре буквы, вот эти четыре буквы, у него менялось лицо. Ну, вот просто у него совсем, наверное, другое лицо. Совершенно правильно. Он точно так же обожал меня. Он еще больше, хотя невозможно больше, меньше обожать. Это какая-то странность. Он еще более нежно и трепетно относился к Лизе. Ну, просто как, не знаю, как божеству. Но, понимаете, не было принято такого актерского переизбытка эмоций. Ни дома, ни, между прочим, в театре тоже. Понимаете, он все-таки, он все свои эмоции держал в себе. Вот отсюда они выливались, наверное, на страницы его дневника. Вот там он мог быть крайне не сдержан. Сдержанный был человек? Ну, по большей части сдержанный. Конечно, могли быть, наверное, какие-то вспышки. Да, да, да. Так или иначе, театр, в общем, весь на эмоциях. Да, я поэтому... Но больше, конечно, он был сдержан. Вы слышали, как он кричал вне сцены? Он кричал? Ну, я не имею в виду пароли, а там... На кого-то? На кого-то. Нет, я такого не слышал. Какая же тогда не сдержанность? Значит, это абсолютно... Ну, я говорю, наоборот, сдержанность. Но, наверное, какие-то были вспышки. Или когда он со своими коллегами, с которыми он вместе учился, может быть, были сцепки какие-то нелицеприятные. Но, в общем, что об этом говорить? Это его совершенно не характеризовало. Именно то, что он был сдержанным и, в общем, всегда домашним. Это как? Почему? Это что значит? Ну, вот ты его ощущал, как... Почему я вот говорил об отеческой любви? Вот было ощущение, что ты настолько свой, что по-другому и быть не может. Это... Никакой вообще работы это назвать нельзя. Что ты приходил в театр, и вот ты работаешь у Михаила Санчулия. Нет. Ты просто с ним вот общаешься, живешь, делишься. И он делился многим. Ну, все было, в общем, прекрасно. Я хочу все-таки поподробнее спросить у вас, Лена, про то, каким он был дедушкой. Самый главный вопрос, который меня... Вот как вас послушают, так что папа, что дедушка не отличаются два человека. А мне кажется, что отличаются. Я не прав. Мне кажется, что дедушка муж таким другим, чем отцом. Да вы понимаете, просто когда я была маленькая, и когда я в семье росла, он был вечно занятой, вечно носящийся, вечно играющий, снимающийся, работающий и так далее. А когда уже Лиска подросла и стала человечком достаточно взрослым, ну, у отца работы было явно меньше тогда. И поэтому он более концентрировался, что ли, на Лиске. Это иногда было довольно тяжело, потому что мы жили же раздельно. И он мог звонить по 4, 5, 6, 8, 10 раз в течение двух часов, пока Лиза гуляла под окнами нашей квартиры в замкнутом дворе, охраняемом заборами и охранниками. И когда я ее с балкона видела, просто, ну, в каждую секунду, он мог звонить, Лиза пришла? Я говорю, нет, гуляет. А, ну, ладно, перезвони, когда придет. Я говорю, хорошо. Через 10 минут. А Лиза пришла, извини. Я говорю, нет, гуляет. Ну, ты перезвони, когда придет. Я говорю, хорошо. Так повторялось еще несколько раз, пока уже я не срывалась, не начинала вопить, что Лиза гуляет у меня на глазах. Он, вы понимаете, просто в то время, когда росла Лиза, наступили те самые безумные 90-е, наступила вот эта вся волна бандитизма, крови, непонятности, на каком свете ты живешь, ужаса перед своей незащищенностью, перед незащищенностью, естественно, близких и родных, телевидение, радио, пресса. Просто одна кровавая река была по тем временам. Ну, это уже не мне вам рассказывать. И он был человеком, неподготовленным к этому. Он не принимал и не воспринимал вот это вот страшное бытие. Пугался. И пугался не за себя, а пугался именно за Лизу. За меня уже меньше, конечно же. А за Лизу, которая росла в это время, из которой могло произойти все, что угодно. И он это прекрасно понимал. И он не смог бы ее защитить. И от этого он становился просто сумасшедшим. От ужаса. Отсюда ворошиловский стрелок. Отсюда ворошиловский стрелок от Лизы. Потому что ей было практически столько же, сколько тогда было героиня. И отсюда его не игра в ворошиловском стрелке, а просто ужас и свое вот... Он не играл, он жил. Он просто специально показывал вот свой ужас и свое отношение к той жизни. Вот замечательные люди, которые готовят меня к передаче. Все же люди взрослые. Знают, что есть много людей. Вот они нашли такую цитату, которую сказал тоже, к сожалению, покойно. Александр Проховщиков. Который сказал такие слова. Он рассказывает про то, как во время ворошиловского стрелка он шел там во время съемок, он увидел Михаила Александровича, который плакал. И вот это такое степенье потрясло, что он подошел к Михаилу Александровичу и спросил, в чем дело. И Ульянов ему ответил, спасибо Славе Говорухе, но он мне эту роль углоток воздуха дал. Встаю, как перед пропастью. Шаг и полетел куда-то. Меня совершенно поразили эти слова. Вот вы помните, вот последнее время, какой был Ульянов уже вот перед уходом его? Он был каким-то другим? Как он воспринимал окружающую жизнь? Как он воспринимал себя уже, когда он болел? Или не было разницы? Ну, несомненно, разница была. Я думаю, вообще все те мысли, которые были у него в то время, и прежде всего мысли и с театром, и с тем, что с ним происходит. И, наверное, я могу сказать, что грусти прибавилось. Просто вот в ощущении, когда ты с ним общался. Но, тем не менее... Знаете, все время казалось, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, и все как-то переменится и переведется на другие рельсы. И в нем все время надежда была. То есть он был бойцом до последнего. Да, уже когда он был нездоров. Да, даже когда был нездоров. И он... Было видно, как он борется с этим совсем. И... Ну, то, что такая вещь его подломить, не может это уж совершенно точно. Мне остается сказать огромное спасибо вам за то, что вы пришли. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была Ирина Михайловна Ульянова, дочь Михаила Александровича, президент благотворительного фонда и очень хороший художник. Максим Суханов, замечательный наш артист, представлять долго не надо. Вы знаете, я хочу вам сказать, дорогие зрители, что в нашей стране есть, конечно, много, чем гордиться, но есть люди, которым можно гордиться. Вот Михаил Александрович Ульянов это человек, которым любой русский, российский человек может гордиться, что вот он был, и он есть, и мы продолжаем смотреть его фильмы, продолжаем смотреть записи спектаклей, что наша земля вот может рождать таких людей. Мне кажется, мы все, хотя мы не имеем к этому никакого отношения, можем этим гордиться. Таких людей немного, но они есть. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. В эфире была программа Наблюдателя. Я, Андрей Максимов. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok